Что делать? Как себя вести? Какие каверзы нам приготовила очередная живность, которую в Китае назначили символом следующего года? Ответы на эти вопросы вы узнаете, если посмотрите наш астрополитический прогноз. У овнов усилится вероятность неудач, количество которых будет прямо пропорционально их активности. Лучшим для них выходом будет вообще ничего не делать. Хотя наш главный саратовский овен Валерий Радаев это и так прекрасно знает без всяких гороскопов. Откроет пару детских садов, постоит где-нибудь над новым асфальтом и все. Глядишь, областная экономика как-нибудь куда-нибудь сама да и выползет. Красная, она же огненная обезьяна, максимально усилит деловые способности тельца, заставляет делать деньги буквально из ничего. Правда, наш главный общественный целец Александр Ландо это и сам прекрасно умеет, так что для него ничего нового. Ну, а если где-то денег прибудет, значит у кого-то их убудет. Поэтому остальным саратовцам придется внимательнее следить за своими финансами. Близнецам в следующем году астрологи советуют не принимать поспешных решений. Глупые астрологи. Ведь наши чиновники и депутаты вообще не принимают никаких решений, и это делается в другом месте. Так что как они не напрягались, так они и не будут напрягаться. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Раком наступающий год обезьяны сулит успехи в карьере и более щедрых работодателей. Конституция говорит, что работодателем чиновников являются граждане России. А если посмотреть на виллы, машины, часы наших чиновников и депутатов, будет ясно, что россияне самые щедрые работодатели в мире. И в следующем году нам придется еще чуть-чуть раскошелиться, что называется народ раком. Львов, красная обезьяна, наградит несказанным обаянием и даром убеждения. А вот логика и способности к точным расчетам обделит в той же мере. То есть спеть нам арию про год дорог, скоростной трамвай, удвоение ВВП они смогут, а воплотить свои слова в жизнь у них не получится. Впрочем, как и всегда. Можно было бы порадоваться за нашего любимого премьер-министра Дмитрия Медведева. Ведь звезды сулят ему в следующем году и другим девам про движение по карьерной лестнице, да еще с прибавкой к зарплате. Но астрологи из компетентных органов считают, что излишняя эмоциональность главной девы России помешает ему воплотить эти предсказания в жизнь в 2016 году. Да и в 2017 году тоже. Уважаемые весы, если вы еще не задумались о смене работы, то и сделайте это, пока не наступил новый год, и ваши планы обязательно сбудутся. Слышите, Владимир Владимирович? Сейчас самое время сделать желанный подарок огромному количеству ваших обожаемых россиян. Скорпионов в следующий год наградит немыслимой активностью, но вот пустят они ее не для дела, а на то, чтобы догнать коллег и конкурентов. И опять ничего нового. Это обычное состояние наших политиков. И не только таких известных скорпионов, как Ольга Юрьевна Батальна. Тем более, выборы на носу. Необдуманные и поспешные поступки стрельцов в следующем году приведут к тратам сил и времени на то, чтобы потерять больше, чем приобрести. Но Алексей Сергеев и другие властные стрельцы хорошо знают, что переживать неудачи лучше не самому, а переложить их на каких-нибудь дольщиков, к примеру. Так оно для здоровья полезнее. У козерогов снизится тяга к основной работе из-за побочных интересов. С этим предсказанием вряд ли согласится главный энгельский козерог Дмитрий Лобанов, потому что нельзя снизить то, чего в принципе не существует. Водолеи в следующем году не только продолжат фонтанировать креативом, но и получат от него максимальную прибыль. Саратовцам в этом плане не позавидуешь. Фонтанирующий креатив вкупе с деловой хваткой Сергея Георгиевича Хурихина нам хорошо известен и без звезд. Куда уж больше. Ну а творческий гений Вячеслава Володина наверняка нам подарит нескучные выборы в Госдуму. Рыбам в 2016 году астрологи советуют не лезть на пролом, а искать обходные пути. Впрочем, этот совет будет излишним, ведь не только рыбы, а все наши чиновники и депутаты это чемпионы мира по поиску обходных путей. Хорошая новость здесь в том, что других гадостей от рыб в следующем году звезды нам не обещают. Не знаю, как вы, дорогие саратовцы, а я к новым успехам наших чиновников и депутатов на деловом и финансовых фронтах подготовился. Чего и вам желаю. Это был Астрополитический прогноз. До новых встреч!